Огромное книжное собрание, деньги на приобретение которого в XIX веке добровольно отчисляли офицеры Черноморского флота. И по сей день особая гордость библиотеки – её редкий коллекционный фонд, насчитывающий более 28 тысяч экземпляров. Здесь есть редкие и уникальные издания 17, 18, 19 и начала 20 века, в основном морской и военной тематики. Например, самая старая из военно-морских книг «Устав морской» 1763 года издания или учебник для военной академии. Казалось бы, что может предложиться в оформлении офицеру, человеку подготовленному? А прекрасная обложка, триколор, просто и со значением. Также представлена книга 1852 года, то есть «Крымская война впереди», «Обороны Севастополя впереди». Эту книгу мог держать в руках любой из будущих знаменитых адмиралов, потому что все они входили в состав комитета директоров. На сегодняшний день в собрании морской библиотеки 250 тысяч экземпляров книг, брошюр, журналов, аудиовизуальных материалов, изданий в электронном виде. Среди них первый путеводитель по Севастополю. Это Афанасьев, 1857 год. Севастополь в развалинах. А людям уже интересно побывать на местах героических подвигов, хотя бы посмотреть, прикоснуться к этим камням. Книжный фонд, в который вошли личные книги адмирала Михаила Петровича Лазарева, более тысячи штук, почти за два века несколько раз менял свою прописку. Сначала он располагался в здании на центральном городском холме. Затем оно сгорело, и на том же месте по проекту Александра Павловича Брюлова возвели трёхэтажное здание в строгом классическом стиле. Оно строилось как прекрасный старинный корабль по законам красоты и гармонии. Что это здание считалось одним из лучших на юге России. А фонд её к этому времени имел раритеты прошлых веков и был на уровне хорошей европейской библиотеки. В годы первой обороны Севастополя все значительные события, связанные с этим событием, с этим периодом, они отразились и в действиях морской библиотеки. В годы первой обороны Севастополя всё собрание книг эвакуировали в Николаев. Там библиотека находилась 35 лет. В Севастополь вернулось специально для неё построенное здание на Екатерининской площади. Сейчас площадь Павла Степановича Нахимова. В 1941 году, когда немецкие войска подошли к Севастополю, наиболее ценные книги были эвакуированы на Кавказ, а само здание было разрушено. В здании по адресу проспект Нахимова, 7 библиотека прописалась в 60-е годы прошлого века. С её книжным фондом знакомы многие историки, исследователи и музейные работники нашего города. В день рождения поздравить сотрудников библиотеки пришли представители руководства города и флота, руководители музейных учреждений Севастополя. Лучших сотрудников нагодили грамотами и благодарностями. Я прихожу в родной дом. Вы даже не поверьте, насколько я искренне вот об этом говорю. Потому что я приходила в морскую библиотеку тогда, когда я училась в школе. Я приходила в морскую библиотеку, когда я училась в университете. Я приходила в морскую библиотеку тогда, когда я работала в 90-е, в начале 2000-х годов над курсом Севастополя. И, конечно, вот все люди, которые рядышком, которые только что перед вами выступали, это близкие, родные для меня люди. Потому что они мне помогали, потому что они меня вели. Несмотря на то, что популярность библиотек в современном мире интернет-технологий значительно снизилась, морская библиотека старается соответствовать духу времени. Внедряет новые информационные технологии, чтобы обслуживать моряков Черноморского флота и других жителей Севастополя. Постепенно оцифровывается редкий книжный фонд. И вскоре вековые фолианты будут доступны каждому.